49 регионов и 15 из присутствующих предоставили полномочия по формированию системы оплаты труда на уровень учреждений. В столице Бурятии прошло совещание представителей профсоюза работников здравоохранения из трех федеральных округов и руководства Минздрава России. Центральная тема – зарплаты медперсонала. Сейчас каждый регион самостоятельно разрабатывает систему оплаты труда. Мы пришли к выводу о том, что необходимо систему синхронизировать, сделать так, чтобы она была единой по всей стране. Поэтому отсюда вот началась разработка единой новой системы оплаты труда. Зарплата состоит из трех основных частей. Окладная часть, компенсационные выплаты к ней и стимулирующие доплаты. Различие не только в фиксированной части, которая может различаться в 7-8 раз в разных регионах, но и в различных надбавках, которые хотят унифицировать. Синхронизация, которой нет во всей стране, ее необходимо на таких кустовых совещаниях между собой обсуждать, для того, чтобы мы подходили к единому знаменателю, к единым принципам, которые мы уже разработали. По плану окладная часть должна повыситься до 55-60% от зарплаты. В этом Бурятия идет в лидерах. По врачам у нас сегодня составляет 45%. По среднему медицинскому персоналу 56%, а по младшему 58%. Практически можно сказать, что по среднему младшему мы выполнили, даже перевыполнили. Вот по врачам немножко недотягиваем. Есть 597 указ президента. Было установлено, что средняя зарплата врачебного персонала, а средняя зарплата по региону должна составлять 200%, по среднему младшему 100%. Эти все индикаторы выполняются на сегодняшний день. По данным Бурстата, на январь-июнь этого года одна средняя зарплата в республике составляет 50 842 рубля. В первую очередь задача сделать так, чтобы и окладная часть у нас росла, и стимулирующая часть была в соответствии с критериями, качествами, результатами работы. Поэтому сегодня предмет этого разговора и обсуждения идет в нашей республике. По решению Министерства здравоохранения и ЦК профсоюзов выбрана наша республика для того, чтобы здесь на месте проанализировать, как у нас идет, и в принципе обобщить опыт, который есть у всех регионов. Эту унифицированную систему оплаты труда планируют вести с 2025 года. Дорж Себеданов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.